Сейчас Респекты ни в коем случае не словили минус мораль. Это просто нельзя такого допускать. Если сейчас у Респектов какие-то проблемы с моралькой начинаются, то это всё. Здесь точно можно смело записывать вторую карту за коллективом Литерейт. Но посмотрим, будем надеяться, что всё-таки Респекты сейчас отыграются. Покажут то, что мы здесь, мы никуда не ушли. И наша прежняя форма с нами, и мы готовы навязывать борьбу. Но пока что это просто действительно очень крушительная встреча. Проходит 10-2. Господи, ну что это такое? Совершенно никто не ожидал, мне кажется, такого исхода событий. И давайте посмотрим, кстати, по ставкам, что у нас, кто кого, кто куда на первой карте. Так. Да, тут даже смотреть толком нечего. Просто 10-6, 10-7, 10-2 даже близко нету такой позиции. Ну что ж, код тогда улетит к вам в чат. А мы, кстати, сыграли уже на живой раунд на карте Буря в пустыне. И Литерейта будут отыгрывать в обороне. ПБшечка, ПБшечка. Ставки, Максим? Да, ставки уже открываю. Парень на чате Твича пишет. Отключите читы без понтова смотреть. Дружище, это не читы. Это Observer Mode называется, чтобы мы сами видели, где игроки и куда нам было более удобно переключать. Но и также зрителям, конечно же, это удобнее. И поэтому это никакие не читы, дружище. Мы против этого. Мы против. Если убрать людей, которые передвигаются, ребят, вы будете всегда видеть никнеймы. Это просто одна из составляющих возможностей наших аккаунтов. И это никуда не убрать. Это забито. Это просто сверху, понимаете, посылы. Типа вот ним такой... И ты такой ним над головой поднимаешь. Типа мы святоши. Но нет, никаким мы не святоши. Мы обычные смертные. И мы на второй карте. Буря в пустыне. Ну и смогут ли здесь Респекта оправиться от такого сокрушительного поражения на первой карте? Ну и пока мы смотрим, что мы выбываем в лобби. Ну и что-то там сейчас у литерейтов. Читы! Читы сбились у литерейтов. Надо поднастроить. Будем поднастраивать. Сейчас накрутим что-нибудь и гоу. Так, ну пока все довольно-таки... Тихо, спокойно. Но сейчас начнется. Сейчас начнется агрессивный диффенс в исполнении команды литерейт. Я думаю, будет пропагандироваться. Этому всегда есть место быть. От них мы наблюдали уже неоднократно. Что, в принципе, эта команда очень любит агрессивные действия. Как за атаку, так и за оборону. Порой даже действия за оборону выглядят куда агрессивнее, нежели за атаку. Но опять же, это только на карте Буря в пустыне. Здесь такой диффенс пропагандируется. И вот мы смотрим Рензу. Уже Аркадий. Здесь у нас площадь. И готовы, готовы к этому, ребята, из коллектива. Респект. Но здесь Тео не смог перестрелять. Кирилла Ляликова. 86 хп у Ренза остается. И уже вчетвером. Респекты вынуждены продолжать воевать с командой литерейт. Ну что, Ренза неугомонный. 60 хп уже оставил и Лосу. Но здесь я бы советовал Лосу, наверное, все-таки отойти. И задымили мидл под Ренза, чтобы ему, в принципе, довольно-таки легко было перестреливаться. Но Ренза вообще неугомонный. Он вообще неугомонный. И посмотрите на этого парня. Он даже ни капельки не хочет уходить. Он говорит, где вы, соперники? Я иду вас резать. Но пока все довольно фонтно. И ха-юроша, ха-ешка. Опи под ноги прилетает. Ну и все-таки вот Лос отвечает. Минусом по лапе. Систом также погибает. Ну и вот теперь огрызаются у нас Респекты. Отличные минусы. И Вейк также погибает. А вот теперь, смотрите, после такого прекрасного начала для команды Литерейт, Респекты все-таки забирают этот раунд. И у нас 1-0. Опять, опять с самого начала начинается вот эта вот доминация. Я не знаю, просто как-то еще по-другому назвать. Ну и сейчас Респектам нужно срочно, срочно собираться, продолжать отыгрывать раунды. Ну и, собственно, ни в коем образе не пропускать Литерейтов далее к раундам. Иначе эта карта также отлетит в их копилку, потому что парни отыгрывают очень и очень жестко. Ну вот Респекты просыпаются, как мы видим здесь от формазона. Уже залетел три полкил в предыдущем раунде. И посмотрим, как будут парни действовать далее. Но, опять же, пропагандируют более такую аккуратную атаку, ребята. На данной карте всегда играют очень осторожно, каждую позицию чекают. Но вот здесь уже Тео начинает платить за свои ошибки. Полетел Соло вперед, и Вейк моментально наштрафовал его. Рензу готовится к перестрелке. В дымах находится одного, второго, третьего, Рензу! Что, простите? О, боже. Рензу, ты заснял это? Да. Я это заснял. Ну, заснял после первого минуса, то есть остальные три фрага заснял. Ну, ладно, не проблема, но... Да, я ей... Ну, Рензу просто какой-то царюга. Но вот, наконец-таки, Тео его все-таки усмирил. Говорит, полежи-ка, отдохни, мы сейчас заберем раунд от твоей команды, а ты пока подумай над своим поведением из прошлого. Не надо так больше нас убивать, говорит Архан. Ну и пока здесь действительно оборона выглядит. Немножко скомканная у команды Литерейд, потому что они, в принципе, прожали мидл, и бета вообще сейчас в соло смотрится только одним Олегом. Ну, вот Систем делает размен, но Системы здесь должны разменять. У него 7 хп, и вот Формозон как раз-таки осуществляет этот размен. Лапа также может погибнуть. Ну и вот по длине выходит у нас еще и Опи. Опи оставляет 18 хп Уэйку, и здесь проблема в этом раунде у команды Литерейд. Ну и что же будет далее? Зишка на первом этаже закрылся и пытается здесь добыть информацию для Уэйка и для себя, но Уэйк, скорее всего, понимает, что это к нему будет выход, и он примерно уже слышит тройку, и сейчас Опи его должен забирать. Да, есть минус по Уэйку, и Олег Кановнин 1 в 3, 32% хитпоинтов на счету, и возможный клатч раунд от этого парня. Действительно, Олег у нас уже неоднократный, неоднократный. Чемпион мира, поэтому Олегу опыта не занимать. Если он вам, но он вам, наоборот, только может отсыпать. Ну и сейчас Олег идет, и, в принципе, здесь ситуация такая, что в первую пачку залетает, но Олег просто какой-то жесткий суетной. И в спину увидел Николаса, но пошел дальше чекать боковым, понимает, что нельзя стоять. И здесь, ой-ой-ой, ну какие тайминги Олег ловит, это просто до свидания. Ну, все-таки раунд заберет, конечно же. Респект, Тим, но его и 5 хп еще оставляет, ну и отлично действует, в принципе, в этом раунде. Олег Ановнин, но, опять же, таймер предательский, тикл не в его сторону. И здесь респекты. Забираем второй раунд за атаку для себя. Неплохо. Очень-очень неплохо сейчас ребята отыгрывают, но будем надеяться, то, что будут продолжать показывать свое противостояние. От Николаса и Формазона уже залетает даблкил, скопилка своей команды, и сейчас литерейты будут отыгрывать в меньшинстве. Принимает решение сейчас работать в закрытую. Зишка стягивается под альфу. Также лапа будет контролить кишку. И вейк соло остается под бетой. И как раз-таки туда перетягивает свой весь вектор атаки коллектив респекты. Ну и посмотрим, что же здесь будет делать вейк. Оформит ли даблкил? Узнаем прямо сейчас. Нет, не узнаем уже. Опи моментально хоронит своего агрессивного оппонента. Зишка врывается в список. Минус Тео. Есть информация по опи. Также лапа его хоронит. Отбрасывается каешка под Зишку, но безрезультатно. Нарейдил довольно-таки неплохо своих оппонентов. 14 хп, 20 хп, 50. Но здесь Николас принимает решение пройти в аркаду, забирая Зишку. Но лапа отвечает моментальным разменам. Формазон находится в позиции плейнта. Готовится устанавливать фугас. Но нет, здесь просто сприфайра выходит. Забирает своего оппонента. Ставит пачечку. Ну и собственно третий раунд за коллективом. Респект. А вот теперь респект. Такое ощущение, что обозлились. Они кстати не поплыли. То есть они не потеряли мораль. Они не потеряли веру в себя. И довольно уверенно сейчас играют на карте буря в пустыне. Но вот Систом немного эту уверенность сейчас пошатнул. Забрав Формазон. У Формазона кстати действительно 6 киллов. Фраг лидер своей команды на данный момент. И могут на этом прогореть немножко респекта. Если сейчас не сделают какой-то моментальный размен. Но уже моментально его как бы не следует. Но размен в любом случае должен был состояться. Но все-таки лапа. Кидает смок на миддл. Для того, чтобы если что мог уйти. Ну а вот здесь лосс открывает все-таки для себя. Парад фрагов забирает Уэйка на бете. И теперь только Олег Ановни на бете. Лапа. Ой-ой-ой. Спалился Систом. Спалился Систом. Лапа смещается обратно под перетяжку. Ну и здесь уже. Не знаю. Кирилл Лялик. Зачем? Зачем тебе этот девайс? Зачем тебе снайперская винтовка? Ну вот. Началась какая-то клоунада в исполнении команды Литерейд. Забрали здесь и два карты ДЦ. Теперь может здесь и два отдать пуре в пустынь. Но втроем по-прежнему еще отыгрывают у нас парни из коллектива Литерейд. Лапа здесь на приеме Альфы. Ну вот Систом. Неплохо принимает с первого этажа Николаса. И уже два в три. Вот Олег может забрать здесь еще лосса. Да, есть выход. Ну и лосс разворота просто моментально по плювку ставит. Ну и Систом. Также погибает. Это 4-1. Респекты действительно очень жестко отвечают за предыдущую карту. Вот, вот. Вот это вот предыдущие. Респекты они всегда отыгрывали очень жестко и очень уверенно. Ну что ж, посмотрим будут ли они продолжать. Сохранять свою жесткость на протяжении всего матча на данной карте. Или же все-таки здесь как-то коллектив Литерейд начнут сопротивляться. Вейк и Зишка готовятся контролить на данный момент позиции бета. Зишка на песках вейк находится в бете. Систом принимает решение поджать площадь. Ну и на подхвате у него будет рензо. От лосса уже залетает опенфраг по лапе. И ребята активно стягиваются сейчас на лонг. Здесь вейк и Зишка готовятся к обороне. 79% хп у Зишки. Но Зишка покидает пески. Почему? Непонятно. Была же информация, что это точно вектор атаки бета. Четверо игроков находилось на тот момент на длине. Но просто спускаются от пески. И вейк остается соло. Не понимаю, почему именно такая тактика сейчас была от коллектива Литерейд. Рензо ставит пачку по лоссу. Тел моментальный размен занимается позиция Плэнта. Установка уже производится. Зишка подтягивается на лонг. Также пошла перетяжка от Систома. Находится сейчас в люльке. И здесь Рензо начинает работу с песков. А Опи очень коварная позиция. Сидит под железом. И сейчас Суашик может прекрасно нарызить своих оппонентов. По Тел залетает пачку по Систому. Рензо моментальный размен на Опи. Пошла перестрелка в Плэнту. Но здесь Николас и Формазон моментально разбираются со своими визави. Ну и собственно забрасывают уже пятый раунд в копилку своей команды. Слушай, ну здесь я вообще слов не нахожусь. Литерейты сейчас выглядят действительно беспомощными против атаки. Азербайджанская пятерка. Видимо действительно парни из Баку готовили. Готовили эту карту непосредственно под литерейтов. Ну и вот Тел забирает. У нас все-таки лапу в Плэнту. Лапа выбывает. Ну и я думаю Константин сейчас перезайдет и возьмет все-таки свою берданочку. Свою сигнатурную берданку Константин, наверное, обязан брать. Потому что здесь эта карта располагает к данному девайсу. Ну что, лосс у нас хочет занять кишку. Но уже в принципе видим передумал. Там Вейк лучше чего будет на обороне. И кстати поменялся Вейк с Системом. Но вот Рензо неплохо забирает у нас Тео. И есть, есть контакт на кишке. Неплохой минус от Вейка. Но Опи даже после смерти разменивает Зишка. Неплохая пачка по Никулусу. Ну и последний лосс остается. Один в три. Ну и возможно второй раунд для команды Литерейт. Но пока еще это непонятно. Здесь Олег просто изрешитил всю стену. Злой-злой Олешка. Ну и сейчас лосс должен его в принципе как-то здесь попробовать размять. Ну и просто выходит на префайер. И отличная пачка от Олега Кановнина. Еще становится 5-2 в пользу Респект. Так, ну что ж. Продолжаем наблюдать. Остается у нас два раунда на первой половине карты. И сейчас коллектив Литерейт должен избирать эти два раунда. Иначе здесь у нас может быть небольшое дежавио. С предыдущей карты опять же на 10-2. Но посмотрим. Пока что очень агрессивно себя чувствует коллектив Респект. Тео будет продолжать работать через площадь. Отбрасывает ХАЕ под песок. И тем временем уже четверо игроков коллектива Респект работают через лонг. Закрытое сейчас наблюдается от коллектива Литерейт. Ребята спокойно сидят на своих позициях. Контролят точки. Но посмотрим что из этого всего выйдет. Тео отбрасывает ХАЕ под альфу. Там Вейк и Лапа. И пошла работа под бету. Нет, все-таки отбрасываются ХАЕшки. Шугнули. Осколочными гранатами Литерейт и все-таки своих оппонентов. От Рензо залетает пачка уже по Тео. Имеет опенфраг. Также укладывает на боковую лоса. Ну и собственно Формозол рискует также отлететь. Рензо принимает решение про Аркадий. Забирает Офи. Но будет ли это квадрокилл? Да, это вновь квадрокилл от Рензо. Рензо делает этот раунд для своей команды. И Систем забирает Николаса. Ай-яй-яй. 5-3. Ну что ж, ребята очень близки к тому, чтобы перейти на смену со счетом 5-4. Так, ну что, у нас действительно первый половин подходит к своему логическому завершению. Посмотри на статистику Рензо и на его команду. Просто 3 к 1 статистика. Считай, Вейк подрывает. Но с начала раунда сразу же Архана. Неприятный минус для команды. Респект. И здесь, возможно, будет у нас все-таки четвертый раунд в исполнении российского коллектива. Ну что, посмотрим. Выход от формазоны Лоса по длину. Венчается ли успехом. Но пока просто чекают. Пока чекают ребята. Ну и вот Лос вроде как уже первый претендент на выход в бету. И получится ли у него принять или нет. Рензо. Начинает нашувать. И, как всегда, Рензо на высоте. 15 к 5 идет у нас Кирилл Ляликов. Здесь еще может спину забрать сразу. Но по нему просто не попадает у Рензо. Что ты ставишь? Это 16 к 6. И это все. Это четвертый раунд для команды. Литеррейт. Ну и Опи, конечно же, еще остается жив. Но против него 4 игрока. Которые просто готовы его съесть живьем сейчас. Просто схавать на наш лад с вами. И все. 5-4. Первая половина окончена. В пользу команды. Респект. Ну а посмотрим, как теперь за атаку будут играть Литеррейт. Ну а сейчас Литеррейты просто упустили огромную возможность набрать раунды в свою копилку за оборону. Поскольку именно эта сторона считается сильной стороной на карте Буря в пустыне. Ну посмотрим, может быть для них как раз таки атака. Это более преимущественная сторона. И именно на атаке парни будут уничтожать своих оппонентов. Но большой вопрос пока что остается, кто же будет все-таки победителем на данной карте. Но сейчас просто за каждый сантиметр игровой площадки коллектив Респекты будут драться всем, чем можно. Все, что под руку попадется. Иначе ребята отдают вторую карту в копилку Литеррейтов. Ну и собственно падают в сеточку лозеров. Там их уже дожидается коллектив WF Визиджем. Но посмотрим, как все-таки пройдет у нас матч. Как свою оборону сейчас будут выстраивать коллектив Респект. Но все-таки принимает решение отыгрывать Буря. Открыто занимает позиции. Верхнее кафе, нижнее кафе. Также есть контроль МИДА. И Офис Тео будут сейчас принимать Лонг. Нету закрытой, как вчера парни отыгрывали против своих оппонентов Вериктус Гейминг. Николас, тем временем, находит опен фраг по своему визави. Есть заход под верхнее кафе. Зишка, тем временем, сбирает Николаса Лот. Минусует лапу, Вейк, моментальный размер. Ну и собственно у Формазона должен быть сейчас весь спектр информации по своим оппонентам. Находится он под кафешкой. И должен слышать все абсолютно перетяжки. Но посмотрим. Сейчас ребята отыгрывают 3 в 3. Тео, Формазон и Опи против Вейка, Зишки и Рензу. Есть активная работа на Лонг. Ой, 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 Опи, что ты делаешь? Просто красавец. Трипл килл. Но это собственно шестой раунд в копилке. Респект. Снято. Камера, мотор. Так, ну ладно. Лосс у нас обороняет со второго этажа. И снова выходит на нашивы. И у него остается 18 хп. И кстати, Лосс здесь мог еще и умереть. Но и так же подорвать никого не усумел. Но первый сплит плюс второй. Ну и все-таки умирает на слосс. Но здесь также еще и Николас готов помогать с Формазоном. Ну и в принципе пока неплохо все. Пока. Ключевое слово пока. Систом должен с медлата, кстати, помогать своим оппонентам. Своим соперникам. Минусами-то. Ну и Тео забирает. Неплохо одного забирает. Второго. Вархат может еще забрать? Нет. Все-таки Систом здесь оказывается чуть-чуть сильнее. Изишка. Начекал. Начекал Опи. И убегает. И убегает. Товарищ Опи у нас под бету. А бомба уже была установлена. И Опи будет ждать, конечно же, с длины Олега Кановнина. И Олег здесь даже не подозревает о том, что Опи уже его здесь ждал. Систом. Один в один. Все мы прекрасно знаем, как Систом умеет отыгрывать клатч раунды. Даже когда он красный остается, он нам выдает просто нереальные жесткие-то вещи. Но сейчас у него остается один ХП. И здесь действительно призрачные его шансы на взятие этого раунда. Ой-ой-ой. И Систом, то все-таки о чем я только что сказал? Он с малым количеством ХП забирает раунды. И что, пожалуйста, происходит? 6-5. Один ХП против Дуалов в упоре. Как парню сейчас просто повезло. Ну что ж, продолжаем наблюдать за противостоянием наших коллективов. Пока что счет у нас складывается 6-5 в пользу коллектива Респект. И здесь Респект уже принимает решение отыгрывать в закрытые позиции. И коллектив Литерейт прекрасно должны читать сейчас тактику своих оппонентов. Ну и... Сейчас зайдут на верхнее кафе, на нижнее. И там уже, скорее всего, точно поймут то, что это закрытое. Ну и, возможно, будет атака под Альфу. Кишка плюс миддл. Но посмотрим. Есть заход на верхнее кафе пока что. Пытается начекать своих оппонентов. Ай-яй-яй, Лапа. Ну не туда немножко. Не туда. Опи забирает в хаешке Лапу. Ну и уже имеет оппонфрак со стороны коллектива Респект. Есть перетяжечка у нас от Рензо. Рензо берет в руки чейтак М200. Неожиданный девайс от него. Ну и, собственно, уже зачекал. Опи от Формозона залетает. Минус по титому. Также попытался Рензо зайти к нему в спину. Но Формозон и с ним разбирается. Тео сишки забирает вейка. И Зишка остается у нас один. Есть перестрелка. Забирает Опи. Но Тео моментально его отсекает из этого раунда. Ну и, собственно, седьмой раунд в копилке коллектива Респект. Да, ну и 7-5 счет становится пока что итоговым. У нас Литерейты находятся в небольшом смятении сейчас. Они принимают решение зарказить бета. Они понимают также, что это закрытый раунд сейчас. Ну и Рензо готов сплитпушить через мидл. Ну ладно, посмотрим, чем это все закончится. Вот Опи подрывает одного и сразу же забирает еще и Система Суашек. Длина просто кремень. Длина кремень. И Уэйк последний остается. И это восьмой раунд в исполнении команды Респект. Восемь-пять им два раунда до победы остается. Но пока что парни действуют очень уверенно. Вот у коллектива Литерейт заходит все крайне сложно. Может быть они сейчас как-то поменяют свою тактику. Ну и собственно будут выравнивать уже позицию в счете. Ближе к своей пользе или же на дополнительные раунды. Но пока что это все вилами по воде. Посмотрим, как будут парни действовать далее. Зишка уже заходит на верхнее кафе. Также Система Ренза пытается найти там своих оппонентов. Но коллектива Респект вновь исполняется закрытая тактика. Лост чекает сейчас Кишку. Николас и Тео будут... Ой, Опи, прошу прощения, обороняется под Альфой. Формозон на железе. И Опи сейчас может встретиться с одним из своих оппонентов. Это Вейк. Да, пошла активная перестрелка. Забросил дэмэдж по Вейку. Также Тео подтягивается на песок. И сейчас может быть моментальная стяжка. Ай-яй-яй, как по допе взлетает Хае. Но она пока что безрезультатная. Лост оформляет трипл-тю для своей команды. Лапа дабл. Ну и здесь уже просто развал кабин от коллектива Респект. Ну что, счет в итоге становится у нас 9-5. 9-5 счет становится. И 4 матч-поинта у команды Респект. И мы, похоже, увидим третью карту. Ну готовы ли, готовы ли Литерейты к третьей карте. Но пока Систом еще готов воевать. Забирает он Архана. Ну и сейчас Попрут. Попрут поезд под названием Литерейт. Ну вот Рэн заходит на второй этаж. Но вряд ли он чекнет здесь Опи. Да, Опи его сам моментально находит. Отличный выбор позиций от Абефрей. Ну и здесь Вейк. Неплохо также работает по Николусу. А вот здесь дали немножко слабину. Но моментально исправляются. Вейк неплохо с разворот вешает полосу. Формозон живет на бете еще. На бете живет. Там с длины уже идут. И вот Опи. Возможно станет героем раунда. Два раунда. Два фраг уже есть. Это трипл килл от Опи. Просто забожил Опи. Просто этот матч хайлайтов. Здесь я отснял нереальное количество красивых моментов. И здесь уже действительно будет работа нашему Максиму. Просто очень много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова